Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем снова вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Первая половина декабря выдалась чрезвычайно богатой на новости в сфере медицины. Продолжила развитие темы коронавируса, вакцинации, QR-кодов, но об этом немного позже. Начнем же с другой, не менее важной медицинской проблемы – онкология. На этой неделе в Алтайском крае отметила юбилей служба, которая занимается диагностикой и лечением злокачественных образований. Первый онкологический кабинет был открыт в Барнауле в далеком 1946 году. Спустя два года после этого появился первый онкодиспансер. И вот на этой неделе в честь тех, кто трудится в онкослужбе сегодня и тех, кто стоял у истоков ее создания, прозвучали слова благодарности. Мы были востребованы, к нам приезжали даже из других республик. Вам чем нравилась ваша работа? Получение результатов. И когда видишь, что больной, который приходил иногда в очень плачевном состоянии, все-таки получал какой-то эффект и продолжал жить и неплохо. Кстати, сейчас наш регион один из немногих, где во всех трех онкодиспансерах в Барнауле, Бийске и Рубцовске медики оказывают полный комплекс специализированной помощи, включающий в себя хирургическое, лучевое и медикаментозное лечение пациентов. Думайте с цифрой. 28 тысяч курсов, соответственно, лекарственной терапии, причем это не только химиотерапия, это и таргетная иммунотерапия, 8 тысяч операций, соответственно, 4 тысячи курсов лучевой терапии. Это в ковидный тяжеленный год. Не забудьте о том, что президент же поставил программу еще медицинского экспорта, экспорта медицинских услуг и медицинского туризма. Мы за этот год приросли практически на сотню пациентов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и так далее и так прочее. То есть пациенты у нас любители, они к нам едут, они знают, что у нас хорошо лечат, едут за этим лечением. А между тем, в крае растет число онкоурологических больных. Ежегодно злокачественные образования мочеполовой системы, одного из самых агрессивных видов рака, выявляют больше, чем у 120 жителей региона. Правда, несмотря на опасность таких опухолей, лечат их все эффективнее, уверяют врачи. Далее слово Анна Решагировой. Вот уже 20 лет подряд растет число онкологических заболеваний, связанных с мочеполовой системой. Самые распространенные виды рака – предстательные железы, мочевого пузыря и почки. Каждый год взрослых пациентов с подобными патологиями выявляют на 100-120 человек больше. Кто-то предрасположен к болезни генетически, у других опухоли возникают из-за вредных привычек, говорят врачи. Вот эти риски, они действительно с этим очень сильно связаны. Курение, алкоголь, профессиональные вредности, связь с химикатами, с производными каких-то химических продуктов, бензин, нефть, газ. Это все факторы серьезного риска. Благоприятный исход зависит от стадии заболевания. 90% пациентов с первой и второй имеют все шансы на ремиссию. Но и на поздних стадиях шансы есть. Сегодня мы имеем возможности получения длительных пролонгированных ремиссий у тех пациентов, которые сегодня не могут быть радикально излечены. То есть в тех ситуациях, когда, к сожалению, опухоль становится неудалима, в тех ситуациях, когда опухоль выходит за границы предполагаемых резекций, существует лекарственная терапия. Эта лекарственная терапия сегодня достаточно эффективный метод лечения. И при правильном подходе это позволяет перевести заболевание в хроническую форму и таким образом продлить жизнь наших пациентов, ну, можно сегодня говорить, годами. Для лечения применяют химиотерапию, гормональную, иммунотерапию, так называемую таргетную, наиболее щадящую. Последний метод способен полностью уничтожить опухоль, практически не навредив здоровым клеткам. Благодаря новейшим методикам в последние годы врачи уже стали относить онкологию к хроническим заболеваниям, таким как сахарный диабет, гипертония или бронхиальная астма. А при грамотной медицинской поддержке убеждены онкологи, с излокачественной опухолью жить можно. Можно только обращать внимание на возможное прогрессирование болезни. И если это, к сожалению, случилось, как можно быстрее обращаться к специалистам. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Так называемую таргетную терапию, как современный метод лечения, сегодня применяют все чаще, говорят столичные онкологи. Так ее используют при борьбе с злокачественными образованиями молочной железы, кишечника, желудка, легких и других органов. По мнению представителей Национального медицинского центра имени Блохина, Таргетные препараты назначают, конечно, не всем пациентам, но по возможности их стоит использовать максимально широко. Новый век принес нам возможности молекулярно-генетического тестирования. И сегодня мы понимаем, что каждая возникшая опухоль, она индивидуально по-своему, она несет свои генетические поломки. И вот таргетная терапия как раз научилась находить ту мишень, слабое место в опухоли, которая, в общем-то, сегодня достаточно эффективно контролируется. Мы назначаем препараты, которые действуют только на клетке, несущей определенный вариант генетического нарушения. То есть препарат практически не видит другие клетки. То есть мы получаем высокоточное оружие. При этом, поскольку другие клетки не подвергаются воздействию таргетной терапии, мы также можем говорить о низкой токсичности. То есть высокая эффективность, низкая токсичность – это то, что принесла с собой таргетная терапия. При этом это зачастую таблетированные препараты. Пациент может их принимать дома. И, в общем-то, такая эффективность и низкая токсичность позволяют действительно очень неплохо пациентам социально реабилитироваться. Они выходят на работу. Это хороший контроль над болезнью. К другим темам. В Яровом на неделе сняли режим ЧАЭС, который вводили из-за проблем с теплоснабжением. По информации региональных властей, сейчас в городе-курорте нет угрозы остановки ТЭЦ. Однако на территории отныне действует режим повышенной готовности. Напомним, в 2019-м, когда и был введен режим ЧАЭС, в городе-курорте произошло несколько аварий на единственный ТЭЦ. Состояние котельной оставляло желать лучшего. Впрочем, как и качество топлива. Над Яровым была реальная угроза полной остановки системы теплоснабжения. На протяжении двух лет котельную ремонтировали, заменяли оборудование. Не сказать, что сейчас ТЭЦ перешла на качественно новый уровень. Крайняя поломка случилась в прошлом месяце. Но, тем не менее, в совокупности всех проведенных за два года усилий, в правительстве края решили снять режим ЧАЭС и заменить его на режим повышенной готовности. Добавим, ранее власти региона выделили городу 100 миллионов рублей на покупку качественного угля. Многие люди жалуются как раз-таки на некачественный уголь. Протопить свои дома и согреться твердым топливом, которое завозят из Казахстана, жители Локтевского района и Ярового не могут. По их словам, у него плохая теплоотдача. Действительно ли уголь из соседней республики не отвечает стандартам качества, и какой выход из ситуации находят люди, выясняла Валентина Аскерова. Ну, он хороший, в принципе. Это кузбасский уголь. Видите, какого качества? Ну, я думаю, что он лучше даже, чем тот резервный. Я по дому оценила, что отопление дома хорошо. Кузбасский уголь Наталья Свечникова в своем районе купить не смогла. Местные власти предлагали приобрести тонну резервного, казахстанского. Но от пыли, которая прогорает моментально, женщина отказалась. Заказала топливо в краевой столице. К слову, наладить поставки из Кузбасса власти Локтевского района пока не планируют, так как казахстанский уголь два раза дешевле. Разговаривали с поставщиками разреза нашего кузбассского угля, чтобы привезти на территорию района. Если мы привезем этот уголь, он будет стоить в районе 6 тысяч за тонну. Население нашего района, привыкшее брать уголь, подешевле намного, не в состоянии купить такой дорогой уголь. На низкое качество угля жалуются и жители Ярового, которые не первую зиму замерзают в своих домах. Идет некачественный уголь. Я работала в АТК, в заводе. Мы анализировали этот уголь. И какой уголь должен быть, и какой сейчас. Это день и ночь. Ведущие эксперты, которые ежедневно анализируют уголь из разных регионов на теплопроводность, признают, что самый лучший уголь в Кузбассе, но и казахстанский неплохой за свою цену. В Казахстане намного дешевле. На западных регионах нашего края стараются особенно каражерубок. Она намного дешевле, по цене немножечко хуже. Кстати, глава Минстроя порекомендовал муниципалитетам перейти на местный бурый уголь, который добывают в Салтонском районе. Мол, запасов в Мунайском разрезе должно хватить для отопления Алтайского края. Однако специалисты говорят, что стоимость и этого угля растет, как на дрожжах. При этом качество уже сегодня не соответствует цене. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Вернемся к медицине, а точнее к теме коронавируса и всех из нее вытекающих. На этой неделе на федеральном уровне приняли решение о том, что с нового года получить QR-код можно будет не только вакцинированным, но и тем, у кого есть антитела к COVID-19 и положительный ПЦР-тест. Такую меру обсуждали долго, наконец приняли. По мнению инициаторов, она упростит жизни тем, кто переболел к COVID-19, но легко ли смогут получить QR-коды те, кто имеет антитела и перенес вирус до наступающего года, разбиралась Анастасия Дороган. У меня было достаточное количество антител. Я до этого болел. Я пошел, поставил себе. Главврач Федерального центра травматологии и ортопедии Владимир Пелеганчук с пандемией борется радикально. Привил себя и 99% коллектива. Остальные с медотводом – одна антипрививочница. В препарате ограничительных мерах эти врачи ведут единственный способ обезопасить свое здоровье. Однако в вопросе выдачи QR-кода более лояльны. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с января 2022 года получить код можно будет с наличием антител. Но важный момент. Помимо этого у человека должен быть и положительный ПЦР-тест. А у того, у кого есть антитела, но нет ПЦР. У нас же многие безсимптомно переболели. А у них хороший титр антител. Чисто клинический, как клиницист. Я поддерживаю и об этом дальше говорю, что да, нужно человеку выдать документ, что он переболел, у него уже есть антитела. И он совершенно спокойно может дальше работать и посещать все места массовые. Какие антитела? Раз. Второе. Здесь необходима стандартизация. Какой уровень антител мы можем брать за основу для того, чтобы выдавать QR-коды. Какими-то системами проводилось исследование. По мнению других специалистов, понимание государством политики принятия решений в отношении переболевших и вакцинированных только начинается. От того слишком много белых пятен. Сейчас длительность кода по умолчанию 6 месяцев. Однако по уровню антител нельзя точно определить дату болезни. И что тогда брать за отправную точку для расчета срока QR-кода? Еще один большой нюанс. Контакт с вирусом, считают местные врачи, не дает стопроцентной гарантии иммунитета от короны. Сейчас ведь очень много среди нас находится людей, у которых инфицированы коронавирусной инфекцией. И здесь не факт, что этот человек переболел. Он мог просто контактировать с больным коронавирусной инфекцией. В этом плане организм может отвечать на встречу с вирусом, выработкой антител. И вот в этом еще один аспект неоднозначности принятия такого решения. Большинство врачей говорят, доживем до января и ситуация станет понятнее. В разработке конкретных норм опираются на исследования, которые еще продолжаются. Кстати, по мнению медиков, стойкость к вирусу определяет не столько уровень антител, сколько клеточный иммунитет. Однако диагностировать его возможно, но сложно. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Прививать детей от коронавируса в Алтайском крае начнут уже через две недели. Пока детали прививочной кампании среди подростков ответственные лица не раскрывают. Однако многие родители и даже некоторые медики относятся к ней весьма настороженно. Аргументы обеих сторон выслушала Анна Рашагирова. Вакцина от коронавируса для детей поступит уже совсем скоро, до конца декабря. Новый спутник М с концентрацией в пять раз меньше, чем для взрослых, предназначен для подростков от 12 до 17 лет. Причем 15-летние вправе поставить прививку, не спрашивая родителей. Сама новость о том, что несовершеннолетних тоже будут прививать, вызвала шквал негодования со стороны общественности. Резкие высказывания в адрес инициаторов вакцинации звучат не только в соцсетях. Я убеждена в том, что наш иммунитет справится с любыми недугами самостоятельно. Разве можно детей? Вы посмотрите, что в мире делается. У нас столкнулись сейчас людей между вакцинированными и не вакцинированными. Люди готовы друг другу горло перебрать. Моя точка зрения личная такая. Я своим детям прививку ставить не буду, потому что был негативный опыт с моим старшим сыном. В семье Романа Костяева поводом для частых визитов к врачу стала, казалось бы, обычная профилактическая прививка от кори, краснухи и паротита. Семь лет назад из-за нее, по словам мужчины, его шестилетний сын начал хромать, хотя никаких травм до этого не получал. Через три месяца врачи диагностировали болезнь пертеса. Простыми словами, это разрушение бедренной кости. Позже ребенку присвоили инвалидность. По словам героя, профессор института Турнера высказал такое предположение, что осложнение произошло именно после вакцинации. Это, конечно, наша версия, как-то ее официально подтвердить чем-то очень сложно, но это случилось буквально все на глазах. То есть после того, как мы привили ребенка, поставили прививку, на следующий день он начал хромать. То есть больше связать мы это ничем не можем. Прививкам и особенно от коронавируса для детей в семье Костяевых теперь отношения однозначные. По мнению Романа, спутникам еще не прошел должных испытаний. Дисковать здоровьем ребенка семья снова не собирается. В противоположной точке зрения по поводу новой прививки придерживаются многие представители медицинского сообщества. Так, бывший замглавы Алтайского Минздрава, ныне депутат АКЗС Владимир Лещенко, во время интернет-конференции заявил, что вакцинация несовершеннолетних должна быть обязательной. При готовности вакцины надеюсь, что вакцинация детей от ковида будет обязательной. Чтобы не повторять ошибки, связанные с организацией вакцинации взрослых, которые сами отвечают за сохранность своей жизни и здоровья. За жизнь детей должно отвечать государство. И никто не вправе подвергнуть риску жизни ребенка. К примеру, в Австрии детей прививают уже с пятилетнего возраста. В Китае и Вьетнаме с трех лет. В России же вопрос о детской вакцинации официально добровольный. Но родители опасаются, что могут принять такие меры, которые обяжут поставить детям прививку. А между тем, есть врачи и ученые, которые выступают против детской вакцинации. Так, на первой научно-практической конференции «Смелые врачи за правду», которая прошла в минувшие выходные в Москве, против вакцинации детей выступил советский микробиолог, академик Российской академии наук Виталий Зверев. Мне очень не нравится активная вот эта сейчас пропаганда по вакцинации детей. У детей нет рецептора. Он в маленьком количестве, поэтому вирус в большом количестве к ним не попадает. Это первое. Второе. Когда говорят, что дети основные переносчики, это тоже нужно доказать. Потому что поскольку у детей нет рецептора, у них нет и большого количества вирусов на соглотке, чтобы его широко распространять. Однако есть официально подтвержденные случаи смерти от ковида среди детей. По мнению врачей, опять же стоит учесть, что летальный исход у ребенка возможен только при наличии сложного сопутствующего заболевания, например, онкологии. Прививать ли эту группу тяжело больных пока тоже спорный вопрос. Одни врачи выступают против, поскольку не знают, как отреагирует на вакцину ослабленный иммунитет. Другие доктора уверяют, дети с серьезными заболеваниями находятся в зоне риска. И для них прививка от ковида – шанс избежать ухудшения состояния при короне. На сегодняшний день известно, что чем дольше эта инфекция, тем больше детей, которые имеют средне-тяжелое течение, осложненно и есть летальные исходы. И поэтому опять иметь такую вакцину государство обязано, чтобы дать возможность родителям защитить своих детей. Будут они это делать или не будут, это все-таки будут решать родители. В то же время пока неизвестно, будет ли прививка обязательной для всех детей и ведут ли систему QR-кода для несовершеннолетних. Что грозит школьникам, чьи родители пока не готовы испытать новую вакцину на своем чаде? Эти вопросы пока остаются открытыми. По крайней мере, Краевой распотребнадзор не смог дать конкретных разъяснений ни по одному из них. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Неоднозначно общественность восприняла и нововведения, которые приняты в сфере полиции. В начале декабря Госдума одобрила закон о расширении полномочий полицейских. На этой неделе документ одобрил и Совет Федерации. А между тем он вызывает немало вопросов и недоумений у граждан. Эту тему мы обсудили в интервью с адвокатом по уголовным делам Игорем Богданковым. Обсуждают ли новый закон вообще юристы, правоведы? Ну, за юристов, правоведов не скажу. Адвокаты, безусловно, обсуждают, потому что усиление полномочий полиции, это в том числе и наша работа. Бороться вдруг будут какие-то злоупотребления. Наша задача это честно, разумно, добросовестно, своевременно и квалифицированно защищать права граждан. Чтобы вот от этих действий сотрудников полиции возможных люди не пострадали. А если и пострадали, то их права и законные интересы были бы восстановлены. Скажите, какие конкретно права теперь есть у полицейских, которых не было прежде? Ну, теперь они могут вскрывать автомобили в случае, если там видят, что совершается преступление или административное правонарушение. Они могут не представляться, то есть сначала могут задерживать человека, грубо говоря, укладывать его лицом в пол, одевать наручники, а потом говорить, я майор Иванов, вы задержаны за курение в общественном месте, что является административным правонарушением. Это я, конечно, утрирую, но возможно и такое. А еще? А еще они теперь имеют право проникать в квартиры. Раньше пункты были в других нормативно-правых актов входить, но теперь новая формулировка проникать. В случае, если есть основания полагать, что вот в данном жилом помещении находится подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу, которого необходимо задержать. Какие из пунктов нового закона, какие из новшеств у вас вызывают больше всего вопросов? Ну, наверное, основной момент это то, что сотрудники теперь не обязаны представляться в случае, если им угрожает опасность или другим лицам. А вот это всегда сложная формулировка, что такое угрожает опасность. То есть, ну, с одной стороны, да, если у гражданина в руках нож или пистолет, безусловно, угрожает. А не будет ли тут таких злоупотреблений, как, например, угрожающая поза, либо недобрый взгляд гражданина? То есть, все же можно трактовать по-разному. И, кроме того, еще есть один нюанс про проникновение в автомобиле. Приведу пример. Например, гражданин приехал с командировки, устал, ехал за рулем, зашел в какую-то закусочную перекусить. Оттуда нетвердой походкой он вышел, сел в автомобиль, и это увидел сотрудник полиции. И он, возможно, посчитал, что гражданин не трезв. То есть, получается, он имеет право вскрывать автомобиль, если гражданин отказывается. А он устал, это его право, он ничего не нарушил. Он просто устал. И, может быть, он намерен спать в этом автомобиле. И тут же появляется право у сотрудника полиции вскрыть этот автомобиль. И здесь еще нюанс. А как он будет вскрываться? То ли это приедет специалист с набором специальных инструментов, и без вреда для автомобиля откроет замок и дверь? Или это будет разбито дубинкой полицейского, либо пистолетом? То есть, как это тоже будет происходить? Понятно, что после принятия этих поправок МВД выпустит ряд приказов, инструкций. И, наверное, эти вопросы будут урегулированы. Каких-то уточняющих, да, получается? Да, безусловно. Подзаконные акты должны уточнять. То есть, закон, он приводит общие формулировки. А в полиции будут свои собственные инструкции. Они же тоже все-таки следят за тем, чтобы не нарушались права граждан. У них есть отдел собственной безопасности, который следит за своими сотрудниками и проводит служебные проверки в случае обнаружения проступка. А сотрудник полиции, нарушивший, может быть уволен из органов внутренних дел. Рассматриваете ли вы такой вариант, что в связи с расширением полномочий полицейских наша страна окончательно станет таким полицейским палочным государством? Ну, не знаю. В настоящее время, конечно, у нас все мы видим, что полицейская функция государства усиливается. Вот пример. Дают дополнительные полномочия. Но исходя из пояснительной записки к этому законопроекту, то есть это все направлено на соблюдение прав граждан. И все-таки еще отдельно отмечу, что полицейские, они тоже граждане. Они тоже должны чувствовать себя безопасно. И вот эта статья 5.1 новых поправок, она говорит, что если что-то угрожает сотруднику полиции, прежде всего он должен убрать эту опасность для себя, а потом уже, например, представляться. Но все-таки полицейская функция нашего государства, я полагаю, что усиливается. Вы с этим согласны? Как вы к этому относитесь? Я тоже хочу жить в безопасном обществе. Мне хотелось бы, чтобы, с одной стороны, все преступники были пойманы, и я мог чувствовать себя безопасно. Но, с другой стороны, что хотелось бы, чтобы это все было с соблюдением прав граждан. У них есть свои права, есть и обязанности, о которых мы говорим в новых поправках. Но хотелось, чтобы это все соблюдалось. То есть расширяя права одних, не ущемлять права других? Ну, да, да. У нас каждому праву корреспондирует обязанность. Если, с одной стороны, я полагаю, сотрудник полиции имеет право подойти и попросить предъявить удостоверение личности гражданина, то у него есть обязанность показать свое удостоверение, чтобы действительно знал гражданин, что это сотрудник полиции. Он же может быть и в штатском, да и форму каждый может купить. Поэтому удостоверение, конечно, это сложнее. А форма, она везде продается, и человек... Недавно, кстати, вот в Барнауле задержали сотрудника ДПС, ряженого, скажем так, который останавливал автомобили. А люди думали, что это сотрудник полиции. Реку Опь объявили частью Северного морского пути. Уникального корабельного маршрута самой короткой водной дороги между Центральной Россией и Дальним Востоком. Несмотря на то, что Барнаул находится в центре континента, у нашего города, благодаря водному сообщению, есть потенциал быть перспективным речным коридором в Большом морском пути. И это, по мнению ряда экспертов, может способствовать развитию краевой столицы. Правда, пока местные власти над этим, говорят географы, даже не задумываются. А зря. Ведь направлений для развития много. Одно из них – водный туризм. Что это такое, насколько рентабельна эта сфера, и какие еще есть варианты использования водных ресурсов края – ответы на эти вопросы в специальном репортаже Артема Гусельникова. Идея освоения северо-восточного прохода, именно так назывался Северный морской путь 500 лет назад, разрабатывались долгие годы. Первые предположения о его современном виде высказали в 17 веке. Но впервые пройти по маршруту мореплаватели смогли лишь в 20-м. Теперь Северный морской путь соединяет европейский, сибирский и дальневосточный сектора Арктики. А его протяженность составляет 14 тысяч километров. Основное назначение – вывоз леса и природных ископаемых, а также ввоз топлива, оборудования, продовольствия. Например, продукты питания в северные районы доставляют с помощью именно этого маршрута. Северный морской путь нужен не только для внутренних потребностей государства, но и для сотрудничества с другими странами. Международное судоходство по нему было разрешено еще в начале 90-х. Однако иностранные государства начали освоение лишь спустя 15 лет, когда активно стали таять ледники. За прошлый год объем транзитных перевозок превысил 1 миллион тонн. Тихоокеанские государства используют этот путь для поставки своих грузов в европейские страны, на европейский рынок. Потому что Транссибирская магистраль, недавно был кризис, свидетелями которого мы оказались, она в какие-то пиковые моменты не справляется с потоком грузов, которые хотели бы наши партнеры поставлять на европейский рынок через территорию России. И основное преимущество для других стран при транзите, говорит Ольга, это прохождение кораблей по территории всего лишь одной страны, что значительно снижает оплату таможенных пошлин. Чтобы привлечь еще больше транзитных грузов и составить конкуренцию другому популярному каналу, Суэцкому, российские власти заинтересованы в развитии СМП. Об этом в сентябре на Восточном экономическом форуме заявил зампредседателя правительства Юрий Трутнев. Для достижения реальной конкуренции с Суэцким каналом необходимо сделать многое. Построить ледоколы, улучшить транспортную инфраструктуру, обеспечить связь, интернет, метеорологию и радиолокацию льда, создать систему спасения, построить адаптированный к арктическим условиям флот. Это, по словам зампреда, позволит увеличить суммарный грузооборот, который в прошлом году составил почти 33 миллиона тонн, до 85 миллионов уже к 2024 году. Параллельно с грузоперевозками развитие должно коснуться и северного туризма. Уже сейчас верфи ощущают значительное повышение спроса на строительство гражданских суден. Заказчик получит в этом году 20 или 21 гражданское судно. То есть, как вы видите, по количеству мы уже вдвое производим больше гражданки. В деньгах, конечно, это всего лишь 21%. Но при этом мы плавно идем по тому тренду, который планирует вывести нас к 2030 году к паритету между гражданским и военным кораблестроением. Но такая позитивная тенденция наблюдается лишь в морском кораблестроении. Флот рек, впадающих в северный морской путь, изношен. Средний возраст пассажирских суден, по данным правительства, 33 года. Туристических 41. И ОПП в данном случае не исключение. Не менее серьезная проблема, помимо износа транспорта, недостаточное развитие речного туризма. В особенности говорят географы в Западной Сибири. Так круиз по АБИ мог бы стартовать в Барнауле и идти минимум до Салихарда. А уже оттуда выходить в западную или восточную части Северного Ледовитого океана. Попытки создать такой маршрут предпринимались еще в советское время. Тогда по АБИ курсировал теплоход Патрис Лумумба. Раньше был маршрут Новосибирск-Салихард, то есть был речной туризм. И был маршрут по Енисею. Сейчас они периодически открываются и закрываются, потому что, к сожалению, речной транспорт у нас слабый. На Волге он существовал как 20 лет назад в советское время, так и сейчас существует. Про наш северный речной туризм пока только слова, что будем развивать, не будем. После того, как Патрис Лумумба был снят с маршрута, круизное судоходство прекратилось на 20 лет. Следующий теплоход такого уровня, «Ремикс», причалил к берегам Барнаула только в 2016 году. А его маршрут был значительно короче. Новосибирск-Барнаул, камень на АБИ, обращено за Вьялово, Новосибирск. Необходимо решить как раз проблему перехода судов или товаров через платье Новосибирского водохранилища. Насколько мне известно, там есть шлюзы, но крупные суда они не обслуживают. А вот туристические какие-то маршруты могли бы преодолевать с помощью этих шлюзов препятствия в виде Новосибирского водохранилища. Пока возможности преодолеть Новосибирское водохранилище нет, упор необходимо делать на развитие малого речного туризма в границах Алтайского края, считают эксперты. Наиболее перспективные направления – БИСК и Камень на АБИ. Это позволит сделать Барнаул не транзитным городом, а местом, где туристы, многие из которых едут в Горный Алтай и Белокуриху, будут останавливаться на несколько дней. То есть это маршруты, связанные с купанием, с охотой, с рыбалкой и со сбором дикоросов. Это ягоды и различные дикорастущие растения. Потому что у нас есть и вниз по течению, и вверх по течению огромные пространства, не освоенные. Дорог же нет у нас побережья, только к большим деревьям. То есть к Камню на АБИ есть дорога, к Шолоболихе есть дорога. А между Шолоболихой и Камню на АБИ это же левый берег, правый берег, все пусто. Другой вариант – круиз выходного дня по маршруту Барнаул-Новосибирск. Находясь целый день на воде, туристы смогли бы познакомиться с природой нашего края и соседнего с ним региона. Маршрут бы заканчивался в Новосибирском водохранилище на границе с городом. Поездка бы стоила дороже, чем на электричке или автобусе, считают ученые. Но при этом была бы более романтичной и увлекательной. Одна из основных причин, по которой необходимо развивать речной туризм – вклад в инфраструктуру и экономику Барнаула. Кафе, гостиницы, туристическая отрасль и малый бизнес – эти сферы могли бы создавать новые рабочие места и зарабатывать на гостях города. При этом денежные потоки хлынули бы и в приречные деревни. У них сельское хозяйство слабо развито, а здесь у нас была бы возможность вот эту приречную часть развить. Это у них маленький бы свой, своя бы пристань была бы и обслуживание их. То есть это весь сельский туризм связанный, возможно они бы давали ночлег, можно даже так сделать, но главное пропитание, экскурсионная, рыбалка. Курс на развитие пассажирского водного транспорта, в том числе и туристического, был обозначен Дмитрием Медведевым в распоряжении правительства еще в 2016 году. Для того, чтобы достичь заявленных результатов к 2030 году, государство должно было разработать меры поддержки обновления туристического флота и построить 55 новых суден. Но спустя 5 лет Барнаульский речфлот не ощущает помощи. Мы слышали эту информацию только на бумаге и по телевидению, значит, к нам, нам никто не предлагал ничего, то есть разговоров не было на эту тему, ни с кем. Мы совершенно ничего не получаем, живем только на хозерасчете. В скором времени может не стать и самого порта. Здание речного вокзала планируют снести для строительства жилого комплекса. Поиск места для нового причала может занять годы. Необходимо освоить берег, учесть гидрологию и рельефные особенности. В таких условиях развивать туристический бизнес будет сложно. Нужно сохранить старый или срочно строить новый причал. Иначе, считают географы, Барнаул не только не станет частью Северного морского пути. Под угрозой окажется и локальный туризм. А вместе с ним финансы недополучат казна города и приречных деревень. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Новый год все ближе. На этой неделе это стало особенно заметно. Мечты детишек, в том числе и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, начали исполняться. Кто помог в этом и какие подарки ждут школьников края, расскажем далее. Ребята, которые требуют дополнительного внимания, дополнительной заботы со стороны государства, взрослых. Вы понимаете, что в разных ситуациях, которые находятся и требуется немножко более тепло и более душевно снестись к их мечте, к их пожеланиям. Ипатова Ксения, 16 лет. Мечтаю побывать на спектакле и попасть в закулись. В благотворительной акции, где чиновники исполняют мечты детей, наш край принимает участие каждый год. Нынче губернатор исполнит желание двоих детей. Та самая Ксения Ипатова попадет в театральное закулесе, другой девочке подарит портативную колонку. Девочке Алисе, 8-летней, достанут от меня коньки, которые она попросила. Беленькие, главное, беленькие конючки я и купил. А это еще одна елка желания. И расположилась она в КЗС, и Деда Мороза здесь замещали депутаты. Коньки, куклы, конструктор лего, подарков было много. В сказку благодаря народным избранникам поверят десятки ребятишек, у которых в жизни все непросто. Не оставит без внимания руководство края и многотысячную армию учащихся начальных классов. 130 тысяч детей получат губернаторские подарки. Каждому достанется набор, в котором больше 40 конфет с глазурью, орехами, сливочным десертом или фруктовыми начинками. Производители уверяют, что все сладости свежие, изготовлены в ноябре. Помимо конфет, в подарок положили и настольную игру. Она, считают сотрудниками НОБРА, поможет школьникам узнать много интересного о науке и технологиях. Эта тема – символ уходящего года. Татьяна Голубева, День с толком. И на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Пусть каждый из вас ощутит приближение праздника. А я напомню телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok